Из личного. Позавчера проехался в автобусе, спросил у кондуктора, на какой остановке мне выйти, чтобы оказаться на нужной улице. Женщина долго думала, затем обратилась за помощью к водителю. Они еще какое-то время совещались, но так и не смогли мне помочь. Вчера пытался купить в пятерочке приправу хмели-сунели, задолбался объяснять продавцу, что это такое. Сегодня объехал три ветеринарки, прежде чем моей кошке смогли поставить диагноз. Но зато все эти прекрасные люди очень хорошо знают, как мне нужно выполнять свою работу, чтобы не выглядеть лузером. Россия одно слово. А это спецпроект реальной журналистики Вести без Дмитрия Киселева. Самая популярная программа среди моей мамы, напоминаю. А еще топ-7 наиболее абсурдных событий ушедшего месяца. Сегодня поминаем февраль 2018. Поехали! Вы когда-нибудь обращали внимание, что если вдруг вы где-то что-то вовремя не оплатили, на час-другой платеж просрочили, вас моментально отключают от услуги, будь то мобильная связь, интернет и ТВ, электроснабжение. В ряде случаев еще и пени вам начинают капать. Зато когда происходит обратная ситуация, перед вами в лучшем случае извиняться посредством, например, СМС-сообщения, компания приносит свои извинения за доставленные неудобства. Иди лесом, Вася, в Ульяновск, давайте заглядем. Там примерно так и было в истории с одной управляющей компанией и пакетом услуг, которые ребята забыли предоставить. Вот только извиниться, никто не поспешил. Равно как и устранить недостатки, во всяком случае, до тех пор, пока местные журналисты шум не подняли. Седьмое место нашего парада абсурда. И платите, терпилы, платите, судьба у вас такая, обошлять нам великим. Внимание на экран. Вот, пожалуйста, лифт. Вот он не работает уже с 13-го числа. С 14-го я звонила, уже лифт не работает. Написано от руки объявление о отсутствии официальной информации о причине поломки и полная неизвестность относительно даты, когда вынужденные походы по лестницам можно будет прекратить. Жильцов возмущает все. Жильцов, комплекс, целый ряд претензий. Поводы для них копятся годами. На звонок Сотниковой Елены Витальевны, то, что у нас не работает лифт, она ответила, что у нас износ тросов и 940 тысяч задолженность перед лифт управлением. Короче, господа, у нас тут задолженность 940 тысяч. Вы в положение. Войдите. Пока что побегайте на 9-й этаж туда-обратно. Вы же, лохи, с вас не убудет. Жители беспокоят состояние входных групп, почтовых ящиков, окон в подъездах, отсутствие домофона. Основной спор между жильцами и представителями ЖСК развернулся около узла погодного реагирования. Он был установлен в 2016 году. Новое руководство компании самовольно его отключило. В том, что холодно, я не понимаю, почему холодно. Потому что в основном люди приходят именно по этому адресу, приходят сюда в ЖСК с жалобами о том, что у них безумно жарко. Подача тепла превышает всю норму. Информацию по нормам, проведенным работам и потраченным на них средствам, со слов заместителя руководителя, есть на сайте организации. Жителям она кажется недостаточно полной. И не только им одним. На сайте данной информации нету, что подтверждает жилищная инспекция, которая делала проверку и дала заключение. Помните такую мужскую поговорку? Ее резюме и осел, который за все это платит. В данном случае вот Россия, видимо, населена этими замечательными животными. Ну, по-другому-то к нам вообще ведь здесь не относятся. Продолжаем. Согласитесь, наверное, каждый россиянин мечтает обнаружить у себя на огороде нефтяную скважину. Но мечты мечтами. А вот жители Забайкалья точно знают, что это за прелесть. Такая Иркутская окрестность и набережная Ангары была здесь когда-то нефтебаза. Однако однажды советская власть закончилась. На нефтебазу, соответственно, наплевали. И вот начала она гнить и рассыпаться под воздействием внешних факторов от старости. То есть, ну, оказалось, что нефти и нефтепродуктов там со времен царя, когда гороха осталось выше крыши, просто не знал никто об этом. И в какой-то момент, когда все это дело сгнило, дрянь-то из дырявых резервуаров хлынула на поселение, оттуда вон гору. Ой, что это? Начали махать крыльями наши соотечественники. Подробности дальше. Это настоящая нефтяная канава с дороги незаметна, но запах от содержимого распространяется за многие десятки метров. Бурая жидкость – смесь воды и нефтепродуктов. Каков истинный объём опасных отходов оценить сложно, но увиденное производит неизгладимое впечатление. Протяжённость этой бурой нефтяной реки – несколько десятков метров. Протекает она в каком-то непонятном технологическом канале, который отделён от основного русла Ангары небольшим земляным валом. Виктор Чёрный живёт в Жилкино, в доме, который расположен в нескольких метрах от берега. Говорит, ситуация год от года повторяется. Проблема возникла пять лет назад, когда неизвестные начали вывозить отсюда гравий. И непонятно, насколько законно добывали стройматериалы. А мне вот интересно, у нас нигде так же ядерная бомба случайно бесхозная не валяется, а то для нас ведь это нормально. Вон, бросили тонны нефти и даже не знали, что бросили. Эта гадость сейчас убивает окружающую среду, а мы охаем. Может и бомба так же где-нибудь на просторах Сибири валяется посреди тайги, потом сюрприз будет. Вот реально не ту страну назвали Гондурасом. Ребята, 18 лет работаю журналистом, 18 лет в эфире, говорю, граждане, держитесь подальше от лохотронщиков. Что вы думаете? Да бесполезно. Для российского великороса росказни из разряда в некотором царстве, в некотором государстве намного более убедительны, чем слова какого-то лоха-журналиста, скорее всего купленного врагами из госдепа. Совсем другое дело, сладкие речи обещаю золотые горовых. Одного из наших трижды умных соотечественников, хочу вам показать в связи с этим, заплатил парень несколько тысяч рублей частному бюро по трудоустройству. Ему работу нашли за полляма в месяц и сказали, двигай сейчас в Улан-Удэ, но это тут за углом. Знаете, парень поехал, а сейчас вот сидит в том Улан-Удэ и ищет виновного в своих бедах. По секрету скажу, кто это? Трамп, мерзавец. Подробности дальше. Я был там и предъявил претензию к руководителю агентства, что я не получил должного оказания услуги по организации трудоустройства, то бишь трудоустройства в дальнейшем. Мне сказали, что законных оснований для выплаты мне требуемой суммы нет. Человек, который здесь раньше меня приехал, он информировал агентство «Прометей», чтобы людей не посылали к данному работодателю. Но проигнорировав «Прометей», то есть имеется в виду, что хотели нажиться, видимо, они нас не проинформировали. В самом же агентстве считают, что услуги оказаны в полном объеме и не только не хотят возвращать уплаченную сумму, а обвиняют самого работника в краже. В данный момент директор предприятия, на котором работал Никитин, подает заявление в полицию о краже пил, так как они ушли, забрали чужое имущество. 6 тысяч рублей, которые он потратил на то, чтобы трудоустроиться, они будут ему возвращены? Нет. Ну, если он в суд подаст, как решит суд? Перед тем, как с человеком заключить договор, он читает договор и читает заявку, соглашается с этими условиями, выезжает. Вот хотите мое мнение без цензуры? Знаете, у нас вводят какие-то налоги на сараи, на туалеты, на теплицы. Я бы на месте чиновников вел в нашей стране налог на лохов, любителей халявы и тех, кто считает себя умнее остальных. Без нефти, леса и газа бы государством-миллиардером за пару месяцев стали, хотите правду, а вот мне его не жалко. Скажу честно, я видел многое, но подобного не видел ни разу. Приглашаю вас в Томскую область, где в конце февраля разгорелся конфликт между крупным китайским концерном и местными. Яблоком раздора стал лесопромышленный парк в здешнем Асине, это райцентр в 100 километрах от Томска, где заказчик местный завод вроде как кинул подрядчиков, что данный парк восстанавливали на деньги. Почему вроде как? Ребят, а я вам сейчас покажу сюжет, и вы сами все поймете. Внимание на экран. Я пришел со своими политическими требованиями. Если вы не согласны, вы... Алексей, вот при всем уважении, давайте вы меня затыкать не будете. Нет, я убрал, я просто сфотографировался своим плакатом. Я являюсь организатором данного мероприятия. Ваши политические лозунги, Алексей, ну, они несколько в разрез идут в организованном мероприятии. Мы пытаемся достучаться до представителей непосредственно китайских инвесторов, для того, чтобы с нами вышли на переговоры и, собственно, начали погашать задолженность. В должниках группа компаний «Русскит Инвеста». Участники пикета – подрядные организации, которые вели строительство некоторых объектов и инженерной инфраструктуры ЛПК. В свою очередь представители завода отмечают, «Своевременной оплаты не было, так как к качеству выполненных работ у инвестора до сих пор есть претензии». Работал, работал, а ничего, ни копейки даже не получил. С какого года вы работали? Ой, я уже даже с, по-моему, 14. Меня можно поинтересоваться. Сколько вам должны? Я уже даже не знаю. Вы когда-нибудь такое видели? Проводится акция протеста. На акции появляются журналисты и блогеры, но организаторы протеста не очень приветствуют это дело. Более того, протестующие недовольны, что им не платят зарплату. Вот только сколько времени эти люди проработали на данном предприятии и какую сумму им в итоге задолжали, они не в курсе. Ну, я вроде работал тут несколько лет, мне сейчас должны... А сколько работал-то? Да я не помню. А сколько должны? Да я не знаю. Блин, люди в черном отдыхают. Как по мне, вот все вот то, что показывают в эфире мои томские коллеги, это не что иное, как провокация со стороны рейдеров. И я не очень понимаю, где в данном случае находятся правоохранительные органы. Ах да, сторонников Навального, вероятно, опять вяжут. Но мы будем посмотреть за развитием событий. А впереди тройка лидеров на старт. Внимание! А вот на одно из призовых мест я действительно хотел определить историю с нашей хоккейной сборной, которая как будто бы победила на крайней Олимпиаде. Удивляюсь, почему об этом не рассказывают мои объективные коллеги из центральных СМИ. Ну да ладно, а дело там вот в чем. Решили иностранцы в канун состязаний в Корее вернуть Олимпийским играм старые добрые правила и запретить участвовать в них профессиональным хоккеистам из НХЛ. Решение в принципе объяснимо, но не интересно, когда нет интриги, когда заранее знаешь возможный расклад финала. Короче, сказали, в МОК пусть снова выступают только любители. Все страны с этим согласились и только мы выставили на игры профессионалов из КХЛ. Континентальной Хоккейной Лиги в смысле, разумеется, победили. Разорвали! Ура! Самая большая золотая медаль осталась у болельщиков. У нас, в наших сердцах. Это навсегда. Россия! Россия! Потому что эти эмоции скрыть и спрятать невозможно. Здесь все наши болельщики и, конечно, все поздравляют наших хоккеистов сегодня с этой исторической победой. Ура! Они сделали это. Победная золотая шайба Кирилла Капризова в овертайме. Игра, которая уже вошла в историю. 20 лет наши хоккеисты не играли в финале Олимпийских игр. Ставшая открытием турнира сборная Германии не смогла устоять под натиском красной машины. А сейчас ведем себя как дурачки и делаем вид, будто не понимаем, че на нас все так смотрят. Охренеть! Все страны мира, повторюсь, выпустили на лед условно говоря легковые автомобили, а мы танки. О чудо! Танк оказался мощнее. Виват Россия! Какие же мы крутые! Ну это правда достойно аплодисментов. Лично я горжусь такой настолько великой победой. Любителей же наши КХЛ-овцы уделали. Браво! А вот если есть на свете раи, это Красноярский край. И в этом замечательном уголке нашей страны все по-прежнему. Там, по-моему, вообще о людях думать не принято. Очередная малоприятная новость из Красноярска, где одна из улиц в ***, извините, тонет. Я даже не знаю, как об этом рассказывать-то. Короче, сдали в одном из районов города несколько новостроек ЖК Орбита. Это вот так вот красиво тот комплекс называется. И есть на территории комплекса насосная станция. Как раз, чтобы Г перекачивать, она необходима. Вот только комплексно сдали в эксплуатацию, а про станцию забыли. Ну, зима была, фикарюшки в замороженном состоянии пребывали. А тут запахло весной. Прелести все эти оттаяли и потекли по дорожкам и тротуарам новоиспеченного микрорайона. Вот только напоминаю, нет хозяина у насосной станции-то. Кто все эти неприятности откачивать должен? Официально никто. А поэтому радуются красноярские новоселы. Вот повезло ребятам, а. Дело в том, что эта канализационная станция вышла из строя. На место откачивать накопившуюся жидкость направили сотрудников Краскома. Проблема в том, что фактически эта насосная станция сейчас бесхозная. Застройщик построил ее и, не передав на баланс муниципалитету, объявил себя банкротом. Какое-то время станция справлялась, но сегодня насосы не выдержали. В результате аварии с утра у жителей отключили горячую и холодную воду. Напомню, ранее новости Афонтова рассказывали о том, что насосная станция в жилом комплексе дает сбой. Жители пытались бороться своими силами. Сейчас на ремонт сооружения будут выделять деньги из резервного фонда города. Не, ну здорово, че. Чье-то головотяпство покроется деньгами из резервного фонда города, то есть деньгами налогоплательщиков. Чиновники опять ни при чем. Застройщики тоже, помните, как у Задорного, да? Про плакат в городе Николаеве. Николаев строит коммунизм. Николаев один. Иванов, Петров, Сидоров в этом не участвует. Один Николаев строит коммунизм. Он и повесил этот плакат. Так и в Красноярске. Вонь понюхали и оплатили за тем это удовольствие. Дальше. В Крыму бывали, есть повод съездить. Там, в Феодосии, новый аттракцион уже год функционирует. Тетку замуровали в собственном доме и сидит она там, как в диаген в бочке. Окно зарешоченное на людей смотрит. Продукты и лекарства тоже через окно это принимает. Анекдоты прохожим рассказывает. Честно, я когда смотрел данный видеосюжет, подумал, они придурки ли мы, ребята, мы в смысле россияне. Посмотрите, потом продолжим. С тех пор бабушка не может выйти из своей комнатушки, ведь в ней всего лишь одно окно. И то с решеткой. Через него Анне Васильевне передают продукты, небезразличные соседи. Они же и оплачивают коммунальные услуги. А когда женщине плохо и необходима помощь скорой, и здесь ей помочь никто не может. Врачи разговаривают с ней через окно. Есть в жизни Анны Васильевны радость. С ней живут верные четверолапые питомцы, кошка и собака. Родственников у бабушки нет уже давно. Заступиться в случае чего некому. Была бы еще одна радость – любоваться прибрежным городом, общаться с людьми, бывать на свежем воздухе, в больницу и магазин ходить, в конце концов. Да не дают новые соседи. Когда мы были все свои, родственные, мы ходили туда, через эту калитку. Слушайте, а вот этих вот сумасшедших обязательно надо по телевизору, на всю страну показывать. Просто выдернуть решетку не судьба, ну, чтобы тетку освободить хотя бы, а дальше в прокуратуру имени Поклонской, в полицию, в следственные комитеты, бла-бла-бла. Ну, я серьезно не вижу проблем. Это хотя вру, вижу. И называется она, простите, «Страна дураков». Хотел какую-нибудь шутку в конце вернуть, но так и не смог придумать достойную. Тут вся программа. И так одна сплошная шутка. Да что там программа? Наша страна – одна большая шутка, на которой смеется вся планета. Иной раз складывается впечатление, что Господь специально Россию на карту мира нанес, чтобы люди видели, так жить нельзя. А мы выживаем, блин, вопреки любым законам физики и бога. Это был спецпроект реальной журналистики программ «Мах и Вести» без Дмитрия Киселева. Господа, сам в шоке от того, что показываю. На моей страничке в Ютубе, ссылка на нее сверху, вы найдете все серии этого замечательного сериала. Заходите, наслаждайтесь в соцсети ко мне, заглядывайте, там тоже есть чем поживиться. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Уже очень скоро, 24, 25 и 26 марта в городе Екатеринбург состоится второй семинар клуба «Гермес Холдинг», на котором вы узнаете, кто мы такие и что такое инвестиции, как инвестировать правильно, как стать независимым от нашей кредитно-финансовой системы и что такое независимость в целом. По всем вопросам стоимости и приобретения билетов вы можете обращаться ко мне. Меня зовут Людмила Ивановна, и все мои контакты будут ниже под этим видео. До встречи на семинаре! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин